Шалом! Среди христиан разных динаминаций сегодня есть много друзей Израиля. И я имею ввиду не просто порядочных людей, не зараженных духом антисемитизма, а настоящих друзей нашего народа и государства. Они, конечно, есть прежде всего среди протестантов, но также и среди католиков, и даже среди православных христиан. И это замечательно. Эти люди делают замечательные вещи. Они молятся за Израиль, они помогают евреям диаспоры репатриироваться в Израиль, они восстанавливают разрушенные еврейские кладбища и памятники, и делают много других очень замечательных дел. Мне доводилось много встречать таких христиан, и я очень рад, что они есть. Однако иногда, слушая их, я обращаю внимание на две идеи, которые они озвучивают время от времени. И в сегодняшней и в следующей программе я хочу поговорить об этих двух идеях. Первая касается спасения Израиля, а вторая – христианского эгоизма, если вообще такая вещь существует. Сегодня поговорим о первой из этих двух идей. Наши христианские друзья иногда думают о нас, о евреях, так хорошо, что забывают о нашей основной еврейской нужде – о нужде в Спасителе. И когда это случается, возникает странная ситуация. Люди, которые, казалось бы, любят евреев, и могут дать им то самое благословение, в котором евреи нуждаются более всего, не дают им его. При этом они щедро делятся этим благословением с кем угодно, но только не с евреями. Эти христиане верны так называемому великому поручению. Они отправляют миссионерские команды по всему белому свету, чтобы Евангелие Иисуса Христа услышали и в глухой таежной деревне, и в Гималаях. И это замечательно. Но когда они встречаются с народом самого Христа, которого они провозглашают, они, это еще в лучшем случае, они не знают, как этому народу рассказать об этом самом Христе. Я говорю в лучшем случае, потому что есть и худший случай. Они просто не знают, они не хотят рассказывать им о нем, почему же это происходит. Потому что эти люди думают иногда, что евреям Иешуа или Иисус в принципе не нужен. Дескать, евреи так уже народ Божий, а посему вход в Царство Божие им открыт автоматически. Пусть только верят в своего Бога, но и уж не отступают совсем, уж так откровенно, от своей религии, от иудаизма. Для них этого вполне достаточно, для того, чтобы быть спасенными. В более развернутом виде эта идея выглядит так. У Бога есть два завета с человечеством. Один завет у него с евреями. И им, евреям, то есть, чтобы иметь жизнь вечную, вполне достаточно жить по Таре, по закону Моисееву. А другой завет у Бога со всем остальным человечеством, со всеми остальными людьми, которым, для того, чтобы спастись от своих грехов, то есть, иметь жизнь вечную, нужен Иисус Христос. Иначе говоря, у Бога на земле есть два народа. Есть евреи или Израиль, и есть христиане. То есть, Израиль – это физические потомки Авраама, Ицхака и Иакова. Ну, а христиане – это духовные потомки Авраама из других народов. Вот такая вот идея, такая теория. Она совершенно противоречит Писанию, потому что в послании к римлянам, главе 1 стихе 16, Раф Шауль, он же апостол Павел, говорит следующее. Я не стыжусь радостной вести, ведь она – сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего евреев, а потом и язычников. Обратите внимание, прежде всего евреев. Почему прежде всего евреев? Потому что Мессия был обещан именно евреям. Обетование о Новом Завете, обетование, то есть обещание о Новом Завете, было дано не всему миру, а народу Израиля. Почитайте, что пишет пророк Еремия, например, в 31 главе стихе 31 такие слова. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды, не со всем миром, с домом Израиля и с домом Иуды, Новый Завет». О том, что спасение придет к язычникам, конечно же, Писание провозглашает, оно предсказывает, что это произойдет. Но есть существенная разница. Есть обетование, данное народу Израиля, и также есть пророчество о том, что также и неевреи примут еврейского Мессию. И эту разницу Павел, он же Шауль, в 15 главе послания к римлянам описывает таким образом. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанные отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и петь имени Твоему. И еще сказано, «возвеселитесь, язычники, с народом Его». Другими словами, если Ишуа не является мессией еврейского народа, то он и не спаситель всех остальных людей, живущих на нашей с вами планете. Но почему же некоторым нашим еврейским друзьям так трудно поверить в то, что евреи тоже нуждаются в мессии Ишуа? Я отвечу вам по-еврейски, вопросом на вопрос. А кто, в принципе, нуждается в Ишуа? Евангелие – это благая весть. О чем? О Царстве Божьем. То есть, о прощении грехов и об освобождении от власти этих грехов. Кто же, спрашивается, нуждается в этом прощении и освобождении? Понятно, что не праведники, а грешники. Нуждаются в освобождении от греха. Вот вам и ответ. Если мы говорим, что евреям нужна Евангелие, нужна благая весть о Царстве Божьем, мы тем самым фактически говорим, евреи при всей своей избранности и своем особом призвании, все-таки такие же грешники, как и все мы. И вот с этим утверждением есть, как минимум, две проблемы. Первая – его очень трудно принять. И вторая – его еще труднее озвучить. Почему? Принять это утверждение трудно, потому что оно звучит для нас как парадокс. Ну, посмотрите. Ведь на самом деле парадоксального тут ничего нет. Но в чем парадокс? Ведь Бог избрал евреев. Евреи – избранный народ. С одной стороны. С другой стороны, евреи – грешники при этом. Это парадокс, кажется нам. Почему нам так кажется? Потому что мы думаем, что Бог избирает святых. Что Бог избирает праведных. Что Бог избирает ненуждающихся в прощении грехов. Но это совсем не так. Бог избирает не потому, что мы такие хорошие. Бог избирает по своей доброте исключительно. По своей благодати. Он избирает грешных людей. Таких же, как мы все. Не праведников, а грешников. И мы, однако, настолько приучены всем нашим жизненным опытом верить в то, что что-то хорошее ты получаешь только если заслужишь это. Что, соответственно, если мы слышим, что евреев называют избранным народом, нам автоматически сразу отсюда хочется сделать вывод, что евреи лучше всех остальных людей. Но вывод это, конечно же, неправильный. С одной стороны, евреи не просто были избранным народом, а и остались им. Заветы, которые Бог заключил с Израилем, заключены навечно. Поэтому в послании к Римлянам в 9 главе стихии 4 написано, что им, то есть Израилю, евреям, принадлежат, используется настоящее время, принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и обетование. То есть дары и призвания Божьи не приложены, то есть они не отменяются. И это сказано в 11 главе того же самого послания. То есть, другими словами, еврейский народ до сих пор особо призван Богом. И особо одарен им для исполнения своего призвания. А с другой стороны, послушайте, что написано у пророка Езекииля в 16 главе его книги. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь дщере Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей, и мать твоя хитиянка». У меня сейчас нет времени для того, чтобы прочитать вам всю главу. Сделайте это сами, если найдете несколько минут. Очень стоит. Но уже из этих трех стихов, которые мы сейчас с вами услышали, ясно одно. Сами по себе мы, евреи, сделаны абсолютно из того же самого теста, что и все остальные люди. И вся библейская история нашего народа, начиная от патриархов и кончая поколением современников Христа, свидетельствует об этом абсолютно однозначно. И христианские служители, кстати, в принципе, нельзя не бояться этих библейских эпизодов, в которых наш народ целиком или отдельно его представители выглядят, скажем так, неприглядно. То есть классические истории библейские о Якове, который обманом получает отцовское благословение, о золотом тельце, о ропоте нашего народа в пустыне после исхода из Египта, о грехах Саула, Давида и Соломона. Все это стандартные тексты для проповеди и сюжеты для фильмов и книг. В конце концов, весь так называемый Ветхий Завет, то есть Танах, это часть христианской Библии, это Слово Божье. И поэтому это Библия самого Иисуса и его апостолов. Поэтому грамотный христианский служитель обязательно будет пользоваться всем, что в ней написано, а не просто отдельными излюбленными стихами. Получается, что назвать библейский Израиль одновременно и избранным и грешным, библейский Израиль так назвать можно, хотя и трудно из-за кажущейся парадоксальности этого заявления, но современный Израиль назвать грешным одновременно и избранным и грешным бывает еще труднее. Конечно же, до тех пор, пока вы называете современный Израиль, то есть сегодняшний еврейский народ, избранным народом, все в порядке, вы говорите по Писанию, и евреи, слушая вас, довольно кивают головами. Но кому неприятно слышать, что они избраны. Однако, как только вы говорите, что при этом, при всей этой избранности, евреи одновременно, так же и грешники, вы тут же попадаете на минное поле. Почему? Да потому что такое высказывание очень легко может быть расценено как антисемитизм. Тот самый церковный антисемитизм, в котором многие христиане сегодня раскаиваются. Тот самый антисемитизм, в котором христианская церковь действительно виновна, и который действительно проложил дорогу самой страшной из всех еврейских трагедий – Холокосту. обличать в грехах – это вообще задача трудная. И библейских пророков, которые занимались этим, их не особо жаловали, как мы с вами знаем. Но их, во всяком случае, нельзя было обвинить в антисемитизме. Они сами были евреи. Они говорили, как евреи, к собственному народу, от лица Бога, от его сердца и в его Духе Святом. Их сердца были разбиты так же, как и сердце Божие из-за грехов Израиля. И от того, что Божий народ не знает Бога, не слушает Бога и не хочет его слушать. И в их словах, какими бы жесткими они ни были, а слова многих пророков были подчас очень жесткими, в том числе слова Ишуа самого. В этих словах была не ненависть, а была любовь, которая пыталась достучаться до людей. Но то были библейские пророки. А вот христианская церковь, нужно признать, говорила о еврейских грехах, как реальных, так и мнимых, так долго и в таком отвратительном духе, что любое их упоминание сегодня христианами евреи склонны воспринимать как очередное проявление церковного антисемитизма. И христиане начали это осознавать после Холокоста. Многие церкви были вынуждены переосмыслить свое отношение к евреям и свое богословие. Они признали ошибочность многих своих традиционных взглядов на еврейский народ и отказались от них, поняв, насколько ужасны их практические последствия, практические последствия такого взгляда, такого богословия. Они признали еврейский народ старшим братом, они начали изучать иудаизм более непредвзято и начали пытаться налаживать отношения с еврейскими общинами, в общем, вести диалог. Однако некоторые церкви при этом сделали еще один шаг в том же самом направлении и зашли, на мой взгляд, слишком далеко. Они полностью отказались от всякой миссионерской деятельности среди евреев. Почему они это сделали? Есть у них самые разные аргументы. Евреи не нуждаются в Евангелии. Мы об этом заблуждении уже говорили сейчас. Или другой вариант. Евреи нуждаются в спасении, но их спасет сам Бог, когда настанет последнее время. Соответственно, нам тут делать абсолютно нечего. Это просто их дела между Богом и ними. Мы не будем сюда влезать. Мы просто будем благословлять евреев нашими добрыми делами. Иногда можно услышать такие рассуждения. Есть также иногда практические доводы против того, чтобы заниматься миссионерской работой среди евреев. Например, евреи не станут слушать нас, христиан. За 19 последних столетий они достаточно наслушались христианских, антисемитских проповедей. И у них вообще теперь на проповеди аллергия. Отчасти это правда. И другой аргумент, что миссионерская работа вообще сожжет нам, христианам, все мозги к построению диалога с евреями. У нас не будет из-за этого возможности помогать им практически. То, что мы хотим делать. Что на этом можно сказать? Я вполне могу допустить, что действительно сам Бог совершит нечто уникальное среди своего народа в последнее время. Но где в Писании при этом сказано, что вам нужно сидеть сложа руки и просто дожидаться, пока это последнее время придет. И ничего не делать тем самым. Я также могу вполне согласиться с тем, что евреи в массе своей, может быть, не жаждут христианские проповеди слушать из уст неевреев. Вполне возможно, у еврейских верующих в Ешуа действительно большие шансы достучаться до сердец собственного народа, чем у неевреев. Однако, во-первых, христиане неевреи могут поддерживать миссионерскую работу среди евреев, которую сами евреи ведут среди своего народа. Во-вторых, есть некоторые неевреи, которые призваны Богом, призваны свидетельствовать нашему народу о Ешуа и проповедовать Ему не только своими добрыми делами, но и словами. Я понимаю, что некоторые церкви и некоторые верующие, некоторые христиане получили от Бога особое призвание служить евреям. Я имею в виду практическую помощь евреям диаспоры с репатриацией, различные гуманитарные проекты и удел христианский диалог и тому подобное. И я действительно верю в эту работу и поддерживаю ее. Но я понимаю, что исполнение этого призвания иногда совершенно несовместимо действительно с открытой евангелизационной проповедью. И ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, на самом деле. То есть, я сейчас объясню почему, чтобы вам не показалось, что я противоречу сам себе. Однако, если вы чувствуете такого рода призвание к работе среди евреев, у меня к вам две больших просьбы. Первое. Пожалуйста, не подписывайте никаких бумаг и не давайте никому никаких устных обещаний о том, что вы никогда не будете говорить с евреями о Ешуа. Некоторые еврейские организации потребуют от вас таких обещаний и пригрозят порвать с вами всякие отношения, если вы такое обещание не дадите. Не подпишите соответствующий документ. Пожалуйста, не делайте этого, даже если вы и впрямь не планируете заниматься открытой фронтальной проповедью Евангелия, потому что давать такое обещание – это просто против Слова Божьего. И не волнуйтесь, Господь, который призвал вас работать среди своего народа, тот же самый Господь откроет вам двери в еврейский мир, где вы сможете исполнить ваше призвание. Без того, чтобы идти на компромисс в таком принципиальном и в таком важном вопросе. Это первая просьба. И вторая просьба. Что бы вы ни делали для евреев, будь то помощь с репатриацией или восстановлением надгробий на кладбищах, изучение тары, программы для детей в школах о Холокосте, что бы это ни было, Пожалуйста, не забывайте, что вы свидетель Ишуа при всем при этом. И ваш свет должен светить. Если вы не можете, или если вы не хотите заводить с евреями разговор о Ишуа, нет проблем. Не надо. Но ведите себя так, чтобы эти евреи сами захотели завести с вами этот разговор. Пусть они видят ваши добрые дела. И более того, пусть они почувствуют, что вы не просто добрый и искренний человек, а что вы необычный человек. Что в вас есть что-то большее, чем просто человеческая доброта. Что в вас есть что-то необычное. Что-то такое, что они хотят иметь сами, и они чувствуют, что у них этого нет. И тогда они, может быть, сами спросят, а что это. И тогда вы сможете говорить, и вы будете услышаны. Пусть Господь благословит вас. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова